хочу показать как козочки любят гору как они едят здесь сирень у меня стоит ну и мне как-то и не очень жалко поэтому привязала сюда и вот она кушает кору вдоль ствола нижними зубами она подрывает корочку и кушает видимо корочка сочная и вкусная богатая нужными питательными элементами для козочки так что в принципе если у вас участок порос всякими кустиками вылезла поросль везде то козочки это неплохое решение по очистке сада допустим особенно не все козочки так кору поглощают например можно выбить выбрать именно те тех козочек которые любят кору и их можно будет использовать по очистке сада от ненужные поросли потому что они едят не только кору но и молодые побеги полностью целиком а и 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 Зима полноценная, кубанская, навалила снегу, что не пройти, но сейчас он подтаял. И козочки питаются своей альтернативной зимней пищей, зимним лакомством питаются. Это веточками, молоденькими веточками и мягенькой корой. Они любят дербанить такие мягенькие, свеженькие стебельки, веточки, это для них как конфетки. Очень вкусно, полезно и питательно. И наедаются, и пользу получают, и как вариант, а что делать. Сеном и сухим кормом сыты не будем. Конечно, будут, но здесь витаминчики все-таки, вкусняшечка. Разнообразие пищи зимой, восполнение недостатка питательных элементов, витаминчиков. Вот так веточки они наголо уже ободрали кору веточек. Конечно, культурные деревья не будешь им срезать, приносить, но время от времени, в принципе, и сад расчищается, веточки. Ну и за оградой всякие поросли акации и всего прочего растет, поэтому нет веточки. Чикаю и приношу им, это сосед угостил стебляками с его участочка. Это вот кора акации, даже до такой степени акацию они тоже обладывают. Правда, такую кору они уже не любят, но если есть мягкая, то они будут есть мягкую, но если никакой не будет, то они эту с удовольствием будут кушать, даже такую твердую. Ну, если совсем твердая старая кора, конечно, они не будут ее есть. А так вот стебелек длинный, где-то метра три, может быть, больше чуть-чуть. Ну и вот, если нужно обстрагивать какие-то ветки, палки, то козы это лучший инструмент для этого. Если вам нужно обтисать какие-то, обточить какие-то ветки, палки, то лучше эти ветки, палки отдать соседу, у которого козы. И тогда, наверняка, ваши палочки будут чистенькие, гладенькие, без коры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok